Нехватка парковочных мест, строительство магазинов и автосервисов на землях, предназначенных для ИЖС. Незаконное общежитие и не только. В Немчиновском доме культуры обсудили проблемы волнующих жителей Немчиновки и Ромашкова. На вопросы собравшихся ответили профильные заместители главы Одинцовского округа. Вы видите, какое у нас тут количество машин. Это не те люди, которые сейчас здесь припарковались. Это перехваточная парковка замечательной станции НЦД. Великолепная идея, все пользуются прекрасно. Но у нас к вам большой вопрос. Как бы сделать так, чтобы нормально, без ущемления прав местных жителей, расширить парковочное пространство около НЦД? Возможности для расширения парковочного пространства есть, говорят местные жители. Но участок земли в долгосрочной аренде. Перечень причин, по которым договор может быть расторгнут, исчерпывающий и неприменим к этой ситуации. Расторгнуть в одностороннем порядке мы не можем. Мы можем расторгнуть такие договоры, исключительно в судебном порядке. Причем для этого должно быть существенное нарушение со стороны арендатора условий договора. То есть это либо неоплата в срок, либо, соответственно, нецелевое использование земельного участка. Безусловно, вот конкретно с этим арендатором мы проработаем. Возможно, коллеги пойдут нам навстречу и смогут отказаться от части этого участка. Вместо частного жилого дома, магазин или автосервис. Изменение назначения земельных участков – еще одна наболевшая проблема. Как можно часть четвертого просека отказастрировать и отдать под магазин? Как можно часть первой запрудной подписать под тоже магазин? Огромное количество примеров, как ИЖС, бывшая, с легкостью пера, переводится в коммерцию. Замглавы по правовому обеспечению поясняет, изменение назначения земельного участка чаще всего происходит без участия администрации. Через МФЦ и Росреестр, либо по решению суда. Обладая земельным участком в собственности, можете изменить его вид, обратившись через МФЦ, Росреестр Московской области. И все виды разрешенного использования, которые находятся в основных видах, по утвержденному плану землепользования и застройки, Росреестр не имеет права вам отказать. Александр Тесли уточняет, при разработке генплана и новых правил землепользования и застройки муниципалитета предусмотрели ситуации, связанные с изменением вида разрешенного использования земельных участков. Сейчас, когда мы утверждаем новый ПЗЗ и новый генплан, мы настояли на том, чтобы именно в зоне Ж2, это та зона, где находится индивидуальная жилая застройка, все виды коммерческой деятельности были исключены. Почему? Потому что действительно мы столкнулись с тем, что сейчас повально, неконтролируемо со стороны органов местного самоуправления начинается изменение видов разрешенного использования. В тех же ситуациях, где вид разрешенного использования уже был изменен, выход один – обращаться в суд. Администрация округа готова выступить в качестве истца, но для этого необходимо обращение жителей.